Всем привет, с вами Йети. В данном видео мы поговорим про такое понятие, как перетренированность. Существует ли она на самом деле, или это всё миф, и человеческий организм способен адаптироваться к любым условиям. Сейчас разберёмся подробнее. Это не только моё мнение, это мнение строится ещё и на основе каких-либо околонаучных и научных источников. Так вот, в спортивной и в медицинской литературе существует такое понятие, как перенапряжение, и характеризуется оно как снижение работоспособности, силовых показателей, общего самочувствия, различных сбоев по центральной нервной системе, может быть, по работе сердечно-сосудистой системе, боли во внутренних органах и всё что угодно. То есть, к перетренированности, по сути, можно отнести любое болезненное состояние, вызванное чрезмерными нагрузками. То есть, когда у нас на длительной основе наши восстановительные способности находятся в меньшем количестве, скажем так, чем тренировочный объём, то есть тренировочный объём многократно превосходит наши восстановительные способности, мы впадаем в это состояние, такое как перетренированность. Перед наступлением перетренированности у нас существует ряд других понятий, которые как раз связаны с доминированием тренировочных объёмов, нагрузок над восстановительными способностями организма. Это у нас, что касается утомления, хронического утомления, переутомления, напряжения, перенапряжения. Ну, то есть, у нас есть такое понятие, как утомление, которое мы испытываем на тренировке. Так вот, если оно у нас долго не проходит, нагрузка чрезмерная, то у нас наступает, скажем так, хроническое утомление, в дальнейшем оно может перейти в переутомление, то же самое касается напряжения, перенапряжения. Все эти состояния, скажем так, связаны как раз с тем, что мы не справляемся с нужным тренировочным объёмом. Так вот, давайте разберём сначала ситуацию о том, как выявить состояние перетренированности, а затем уже разберёмся, как не допустить состояние перетренированности или как из неё выйти. Состояние перетренированности определяется. Значит, первый момент. По силовым показателям. Если ваши силовые показатели просеяли в последнее время на 15-20%, то это говорит о том, что состояние перетренированности приближается. Всё, что свыше падения силовых показателей более чем на 20%, является стопроцентной перетренированностью. То есть, это, по крайней мере, считается не только на одной конкретной тренировке. То есть, вы не выспались элементарно, пришли в зал и не смогли поднять рабочий вес, подняли на 20% меньше, не проснулись до конца и так далее, не подготовились. С этим не связано. Если вы на протяжении недели уже спите, восстанавливаетесь, вроде как, приходите в зал, а там всё равно падение силовых наблюдается, и оно никуда дальше не двигается. Оно стабильно находится на низком уровне, несвойственном вам. То есть, на 15% или на 10% снижение силовых показателей уже говорит о том, что у вас приближается перетренированность. Всё, что свыше 20%, это уже самая очевидная перетренированность. Это первый момент. Вот это вы можете на себе наблюдать. Второй момент. Это может быть связано с различными тестами для вашего пульса. То есть, можно по пульсу определить, чрезмерная ли нагрузка, которая вам досталась на тренировке, или вы способны с ней справиться и к ней адаптироваться. Так вот, об этом нам может сказать наш собственный пульс в состоянии покоя. Тестируется он разными методами. Есть много различных способов тестирования, количество нагрузки, скажем так. Вот, например, зачитаю один из них сейчас. Так. Ортостатическая проба. На следующее утро, после тренировки, после сна, подсчитать пульс в положении стоя, затем посчитать пульс в положении сидя, без рывков встать и посчитать пульс в положении стоя. Если эти показатели не отличаются друг от друга, более чем на 10 ударов в минуту нагрузка была ваша и восстановление нормальное. Это что касается подбора оптимальных нагрузок для вас. То есть, если нагрузка не оптимальная, то, как правило, у вас большая разница в частоте сердечных сокращений, то есть в количестве ударов в минуту. Грубо говоря, каким образом это вообще выявляется, почему пульс нам должен сказать о том, что чрезмерная нагрузка или не чрезмерная. Дело в том, что если у нас зашкаливают стрессовые гормоны в организме, которые могут являться следствием, скажем так, неадекватных нагрузок, то у нас пульс в спокойном состоянии может превышать даже 100 ударов в минуту. То есть, ну, по крайней мере, у меня на сушке было такое периодическое состояние, в котором я лежал, но при этом у меня частота сердечных сокращений была очень высокой. Практически как на самой тренировке. Кстати говоря, перетренированность или около того состояние можно поймать как раз во время сушки. То есть, это самый тяжелый для организма вообще период, на мой взгляд, по крайней мере, когда недостаток питательных веществ, недостаток восстановления, потому что сбиваются циклы сна всегда, почти у всех спортсменов. Это как раз самый сложный период, в который можно найти это состояние перетренированности и встретить его. Так вот, что касается пульса. Как правило, оптимальный пульс, вот его способы выявления я вам перечислил. Вы можете просто замерить и понять, вчера была адекватная нагрузка или нет. Далее, переходим к следующему способу, на этом останавливаться не будем. Перетренированность также может прийти со стороны, скажем так, микротравм. То есть, повреждения мышц, которые, как я уже сказал, они не положительный фактор для роста мышц, а наоборот негативный. Потому что от накопления микротравм и от того, что они своевременно не заживают, не успевает у нас снижаться уровень креатинкиназа в плазме крови, соответственно, за счет этого у нас образуется состояние перетренированности. То есть, уровень креатинкиназа на анализах может сказать нам о том, есть ли у нас перетренированность или ее нет. Как правило, у тренирующегося человека уровень креатинкиназа должен быть на порядок выше, чем у нетренирующегося. Но, опять же, если у вас в 2 раза выше креатинкиназа, чем она должна быть в референтных значениях, из-за того, что вы тренируетесь, это норма. Если в 3-4 раза, то это уже, скажем так, состояние близкое к перетренированности. То есть, вы можете не расти, не увеличиваться. Ваши мышцы могут по причине того, что у вас слишком большое количество накопленных микротравм, которые своевременно зарастать не успевают. Для этого вам необходимо просто несколько дней отдохнуть, и элементарно уровень креатинкиназа снижается самостоятельно, когда мы переходим на отдых. То есть, ничего дополнительно принимать не нужно, достаточно просто отдохнуть, и уровень креатинкиназа будет понижаться. Следующим маркером перетренированности, который можно встретить на анализах, является IGF-BP3. То есть, соответственно, я в другом видео уже делал обзор на этот гормон, вы можете, в принципе, посмотреть, каким образом по этому маркеру можно выявить состояние перетренированности. То есть, там та же самая ситуация, чем он выше, тем выше, скажем так, наша перетренированность, степень перетренированности. Это всё, что касается состояния наших мышц, состояния нашей гормональной системы. Теперь, что касается центральной нервной системы. Мы можем точно так же по каким-либо симптомам определить, установилась у нас центральная нервная система или нет. То есть, опять же, дополнительные неврозы какие-либо могут проявляться, которые у вас в обычном состоянии вам не свойственны. Например, порывы эмоциональные какие-либо, которые вы в обычной жизни не испытываете. Вы можете быть раздражительным, слишком раздражительным в последнее время, только за счёт того, что у вас угнетается постоянно центральная нервная система. Может происходить снижение либидо. Если вы не знаете причину снижения либидо, вы сдали основные гормоны, скажем там, тестостерон, эстрадиол, пролактин. И они у вас в норме, всё в порядке, как у нормального здорового человека. И других явных каких-то причин быть не может, то, скорее всего, вся причина в состоянии вашей центральной нервной системы. Она сильнее всего ответственна за снижение либидо, на самом деле. То есть, за передачу нервных импульсов и всего остального. За наше настроение, за наше поведение центральная нервная система всегда в ответе. То есть, соответственно, если вы перегружаете себя в тренажёрном зале, либидо у вас тоже быть не может. Ну, например, это может являться одним из симптомов состояния перетренированности, потому что если как раз у вас центральная нервная система угнетается, то ЦНС для ваших силовых показателей, для вашей работоспособности – это один из самых важных параметров вообще любого вида спорта. Поэтому состояние центральной нервной системы, оно всегда стоит во главе угла. То есть, без неё вы тренироваться фактически не можете. Элементарно, ваши импульсы не будут доходить до мышц, и нужного сопротивления вы создать не сможете. Нужной скорости сокращения и всего остального. То есть, грубо говоря, просто мышцы не будут слушаться тела, если центральная нервная система угнетена. Ваши силовые показатели сразу же просядут. Здесь мы разобрали основные моменты по выявлению перетренированности. Теперь, что касается лечения или восстановления от состояния перетренированности. Что нам может помочь? По сути, все факторы, влияющие на восстановление. То есть, сон во главе угла стоит, я считаю, на первом месте всегда. Лучше поспать подольше какой-либо период, например, 3 или 4 дня подряд спать по 10 часов, откладывая все свои дела, и спать повышенное количество. То есть, на 2 часа добавить к средней норме человека, ну, скажем, это может быть 10 часов сна в сутки, на протяжении 3-4 дней. Исключить лучше все типы нагрузок, ну, то есть, вообще уйти от тренировочного процесса на 4-5 дней. Тогда уровень креативенкиназа снизится, и, в принципе, у нас общее самочувствие улучшится. За 4 дня вы откатить не успеете. Но ваше состояние может улучшиться, если вы не будете себе давать никаких дополнительных нагрузок. Что касается ЦНС, то ЦНС за 4 дня, к сожалению, восстановить не получится. Понадобится от недели и более. То есть, может понадобиться до 2 недель, чтобы центральная нервная система полностью отдохнула. Поэтому в некоторых случаях недостаточно отдохнуть 4 дня, а нужно отдыхать 2 недели, чтобы полностью восстановиться. Если вы себя загнали уже в крайнюю такую степь, откуда вы выйти самостоятельно не можете. Просто снижением интенсивности на тренировке и всеми остальными способами. Кстати говоря, имеет место быть снижение, скажем так, силовых показателей, временное. То есть, специально мы занижаем свои силовые показатели, на пару недель делаем 2 шага назад и потом постепенно точно так же движемся вверх. Это позволит нам выйти из состояния перетренированности и при этом не потерять свои силовые результаты. То есть, за 2 недели, по крайней мере, нагрузки, они будут присутствовать. И мышцы, они не будут забывать то, что мы делаем. То есть, силовые показатели, чисто теоретически, силовой потенциал будет сохраняться. И практически, кстати говоря, тоже. Но при этом мы сможем таким образом разгрузить свою центральную нервную систему, потому что так много ресурсов ей не понадобится активировать, когда мы будем снижать свои силовые показатели и переходить на веса, которыми мы уже когда-либо работали. Что касается приема каких-либо добавок. Как показали исследования, трибулус не работает для повышения уровня тестостерона, но на состоянии перетренированности он сказывается положительно. То есть, можно в этот период принимать трибулус, чисто теоретически. Далее. Естественно, повышенное содержание, ну скажем так, аминокислот в рационе. Не обязательно БЦА, естественно, я не имею это в виду. Но протеин или белок сам по себе из продуктов, он может быть полезен в этот период. Повышенное его содержание. Витамин С положительно влияет на снижение стрессовых гормонов, в том числе кортизола. То есть, витамин С тоже рекомендую сюда же включить. Спать побольше. Массаж может являться дополнительным релаксирующим фактором, который способствует вашему восстановлению. И опять же, убрать все факторы, включающие в себя тренировочные нагрузки. То есть, все очень просто. Поэтому вы можете почувствовать, в принципе, за 4 дня вы сможете таким образом восстановиться. Или за 2 недели. Но могу сказать, что состояние перетренированности добиться, на самом деле, на практике довольно сложно. Потому что у нас есть и в BV Pro, которые на подготовке к Олимпии, например, тренируются именно 2 раза в день. Я тренировался, я пробовал тренироваться 2 раза в день. Прекрасно все получается. У меня было 10, более 10-12 даже периодически тренировок в неделю. И мой организм прекрасно с этим справлялся на протяжении, ну скажем, 2 последних недель. То есть, элементарно это работает. Так тренировались, например, штангисты. У них всегда были большие тренировочные объемы с большими рабочими весами. То есть, это довольно старая школа. И все так тренировались. И ни у кого не было такого вот ярко выраженного состояния перетренированности. Потому что человеческий организм, он своевременно адаптируется к изменяемым условиям. То есть, если у вас будет постоянно повышаться нагрузка, то организм очень долго будет с ней справляться. Первое время он сможет к ней адаптироваться. По сути, поэтому могу сказать, что вот определять адекватное ли у вас количество тренировок в неделю или нет, может только ваш собственный организм. Бодибилдеры на подготовке всегда тренируются гораздо чаще, чем, скажем, обычный посетитель тренажерного зала. При этом они справляются с такими тренировочными объемами, как 2 тренировки в день. Фил Хит сам вот лично в одном из видео говорит о том, что в принципе вы можете перетренироваться, если вы будете ну совсем мало есть. И слишком неадекватные нагрузки себе давать каждый день. Но у меня такого не происходит. То есть, я такое состояние не встречал. И есть у нас куча спортсменов, которые на протяжении всей карьеры, ну например в бодибилдинге, ты реально не можешь отстраниться от тренировочного процесса надолго и отдохнуть. В других видах спорта, да, отдыхают люди периодически по полгода могут отдыхать и не тренироваться. Бодибилдинги чаще всего, так как есть определенные контракты, которые стоят за бодибилдерами, по которым они обязаны, например, участвовать в фотосессиях, где-либо светиться, им невыгодно бросать весь тренировочный процесс. Поэтому они продолжают тренироваться и, соответственно, они должны находиться в форме. И они не впадают в состояние перетренированности. За время подготовки, которое длится 3-4 месяца, может быть до выхода на сцену, 4 месяца, чаще всего за 4 месяца начинают готовиться для того, чтобы полностью засушиться и войти в нужные кондиции. Любой тяж сможет примерно за 4-5 месяцев войти в кондиции. И за это время, тренируясь 2 раза в день, скажем, человек не перетренировывается. Да, может быть поначалу он тренируется 1 раз в день. Но могу сказать, что в данном случае, так как большие анаболические способности организма за счет повышенного уровня гормонов, за счет повышенного уровня питательных веществ, за счет, скажем так, спланированного хорошо рабочего дня, в которой нет у человека огромного стресса, как, например, у людей в России, которые трудятся, работают на заводах и все прочее. У которых стрессовая жизнь, маленькое количество сна могут себе позволить по 6-5 часов спать. У бодибилдера, у профессионального просто этого нет. Он спит по 10 часов, чаще всего может поспать 2 часа днем. И у него нет такого большого количества стресса в целом. За счет этого он хорошо восстанавливается. Потому что мало негативных факторов и много позитивных на его восстановление. Поэтому с двумя тренировками в день он чаще всего справляется. Вот такая ситуация. В принципе, на этом все. С вами был Гетти. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok